На стыке Матвеевского и Чернореченского шоссе в пятницу в спорное ДТП попали водители автобуса, грузовика и вена. Ни один из шоферов ответственность на себя брать не собирался. Автомобилисты двигались от топлива в сторону центра города. 59-летний водитель рейсового «Хёнде» двигался по первому ряду. По его словам, 33-летний шофер «Кантера» его подрезал. Сидевший за рулем автофургона двигался по второй полосе и попытался перестроиться, не глядя. Как вам его оторвали? Ну как, ехал по первому ряду. Ряд свободный был. Второй ряд стоял. Не знаю, там что-то у них заминка или что. А грузовичок передо мной крёк. Хлоп, хотел бы быть в этот ряд залезть. А в зеркало не посмотрел. Как бы в междуряде он хотел проехать? Он хотел в первый ряд перестроиться и поехать. Более тяжелый автобус отпихнул автобудку обратно во второй ряд на «Ниссан Эль Гранд». 32-летний владелец микроавтобуса находился в салоне с родственниками и видел приближавшийся грузовик. Подать вперед и рывком выйти из-под удара горожанин не мог из-за пробки. В результате удара у «Эль Гранда» оказалось выбито заднее стекло и повреждены задний блок фары. «У вас только задние стекло, да?» «Ну, не только задние». «Текло, головы, а тюбель. Нормально. Прикурил как-то». «А там двадцать-то не привезут вообще что-то, да?» «У них там вот, у них какой-то формы. Я не знаю, как это. Пострадавших в ДТП не оказалось. Пассажиры 101-го пересели на другие виды транспорта, кондуктор на травмы не жаловалась. Шофер Кантера признался, что перед тем, как сесть за руль, отработал 18 часов на подъемном кране и предчувствовал беду. «Первое – это судьба. Во-вторых, я ехал, и автобус меня толкнул, а я их догнал. То есть, по-вашему, виноват водитель автобуса?» «Да». Автоинспекторы выслушали версии оппонентов и пришли к выводу, что ошибку могли допустить оба. Решать этот дорожный ребус будут дознаватели. Страховки имелись у всех. С места происшествия Юлия Зима и Виталий Векслер.